Возвращение пленных из Сирии Опасность исчезновения евреев в Восточной Европе Европейские державы-союзники Израиля Прострел нарушителей комендантского часа Израиль завоевывает часть Египта Шпионы СССР в Израиле Исторический гол Исход евреев из Египта Об этом и о многом другом вы узнаете в этом фильме Тайны Израиля 1956 год Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить следующую серию 6 января приказ Генерального штаба о создании первого крупного подразделения израильских десантников Бригад Т-202 Ее командиром был назначен Ариэль Шарон 9 мая она была сформирована полностью Боевое крещение получила 25 сентября в операции Луав 15 марта Израильскую народную одежду Особенно блузки в йеменско-еврейском стиле Очень по-израильски выглядят ее излюбленные украшения Но более всего Ее характеризует открытость и уверенность в себе Впоследствии у Фира Эрес вышла замуж за Ицхака Навона Будущего президента Израиля 29 марта Пленные возвращаются из сирийской тюрьмы 4 солдата Цагала были выданы Израилю после 15 месяцев проведенных в плену у сирийцев Четверо израильтян в обмен на 41 сирийского пленного Обмен состоялся на мосту Бнот-Яков Пятый военнопленный израильский солдат Ури Илон Не выдержав пыток покончил с собой в дамасской тюрьме 4 марта На озере Кенерет от стрельбы из Сирии погибало четверо израильских полицейских 8 ноября На границе с Сирией погиб израильский разведчик Друз Мухаммад Касам Саид Ахмад Подробности его гибели остаются секретными до сих пор 2 апреля Египет Сирия Израиль Боевая готовность Арабские страны объявили о боевой готовности Солдаты получили приказ отражать любой акт агрессии со стороны Израиля Тем временем во всех израильских городах и населенных пунктах Не исключая расположенных далеко от границ Люди начали спешно сооружать общественные и частные убежища В регионе продолжалась гонка вооружений Эйзенхауер, президент США, выступает против продажи оружия Израилю Неофициальные источники называют возможными потенциальными поставщиками Францию, Италию и Канаду Сирия получила советское оружие А Израиль Боевые самолеты из Франции и Канады Ситуация на Ближнем Востоке явилась первым пунктом повестки дня На встрече главы правительства Советского Союза Николая Булганина И премьер-министра Великобритании Антони Идена СССР призвал Израиль и арабские страны строго придерживаться соглашения о прекращении огня Но уже через 10 дней египетские солдаты зверски убили Роя Рутенберга из кибуца Нахал-Ос 12 апреля Израиль получил 8 французских военных самолетов Мистер-4 На днях ожидается столько же Это первая поставка военной авиации израильтянам в ответ на их обращение к западным странам 20 июня Эсминцы Яфа и Эйват, построенные в Англии, прибыли в Хайфу Эти два корабля могли бы восстановить военный баланс на Ближнем Востоке Если бы советское правительство предварительно не нарушило его поставкой двух эсминцев в Египту 24 апреля В присутствии 496 делегатов в Иерусалиме открылся 24-й сионистский конгресс В связи со сложной ситуацией на Ближнем Востоке Участники конгресса приняли политическую декларацию В которой выразили глубокую обеспокоенность опасности угрожающей государству Израиль Осудили агрессивные намерения арабских стран И провозгласив, что между еврейским народом и землей Израиля существует неразрывная историческая связь Призвали евреев всего мира выполнить свой долг по отношению к государству Израиль Сплотившись в его поддержку 29 апреля Доктор Нахум Гольдман, начальник исполнительного отдела еврейского агентства Предупреждает о возможности исчезновения трехмиллионной общины евреев Восточной Европы Через одно-два поколения При отсутствии еврейских школ Связи с другими евреями из сионистского движения Считавшихся контрреволюционерным Несмотря на официальное равноправие Смертный приговор неизбежен 29 апреля Моше Даян говорит Мы несем ответственность за кровь Рои Египетские солдаты, проникшие в Израиль Открыли огонь недалеко от Кибуца Нахал-Оз Похитили его жителя Черина Кибуца Нахал-Оз Рои Ротенберга Его ранили и поволокли в газу Где убили после зверских истязаний Рой пытался отразить атаку египетских солдат Проникших в Израиль Его тело было возвращено в Израиль С выколотыми глазами И многочисленными признаками физических надругательств Его искалечили Начальник генерального штаба Моше Даян Произнос на его могиле взволнованную речь Моше Даян сказал Не арабов из газы, а самих себя Должны мы считать ответственными за кровь Рои Рой Ротенберг Худой, светловолосый юноша, покинувший Тель-Авив Чтобы построить себе дом у ворот газы Чтобы стать для нас стеной Рой Свет, горевший в его сердце, ослепил его глаза И он не увидел сверкания, занесенного над ним ножа Тоска по миру лишила его слуха И он не услышал голосов, поджидавших в засаде врагов Ворота газа оказались слишком тяжелыми для него И они задавили его На похоронах начальник генерального штаба Моше Даян Воздал должное мужеству Роя Некоторые из его убийц были схвачены во время операции Кадеш В апреле, когда Цагал атаковал египетские посты в полосе Газа До убийства Ротенберга Египетские солдаты и диверсанты из Газа Совершили десятки террористических актов против жителей южных поселений Израиля Атаки Федаюн на юге Разгол терроризма Трупы, трупы, трупы Совершены десятки вооруженных нападений со стороны египетских солдат Ибан Федаюн На города Израиля и поселения На южной границе Израиля 4 апреля египетские солдаты открыли огонь по позициям Цагала возле Кибуца Нерим И убили пятерых солдат Цагал немедленно ответил канонадой по лагерю беженцев Дир-Эль-Балах 5 апреля египтяне обстреляли сотни поселений, расположенных на границах полосы Газа Ранены четверо солдат и два члена Кибуца Нахал-Ос Серьезные повреждения нанесены детскому дому в Эйн-Хаш-Лоша Только благодаря эвакуации детей за пять минут до начала обстрела никто не пострадал Сильно разрушены дома и повреждено имущество в Нериме, Кесуфиме и Кфаргазе Совершены воздушные налеты также и на Шкелон Следующая акция произошла в Ашкелоне Диверсанты забросали гранатами жилой дом, убив женщину и ранив остальных жителей 7 апреля диверсии, проведенные в этот день, Фидаином в Израиле, взорван трубопровод системы водоснабжения на участке между Ашкелоном и Ядмар-Дыхаем В Ахатсуме обстрелян джип, принадлежавший гражданским лицам Один израильтянин погиб, а другой получил ранение В Шувале обстрелян грузовик, принадлежащий гражданским лицам Один человек погиб, еще один получил ранение Обстрелян армейский грузовик в теле Кунтейры, двое раненых Обстрелян и поддожжен армейский грузовик у Ахатсама, трое раненых Обстрелян еще один армейский грузовик у Ахатсама, двое раненых Террористы пользовались все теми же методами в большинстве своем Ручные гранаты бросали в дома поздно ночью, когда жертвы спокойно спали 8 апреля, в диверсии Федеином, в Ашкелоне, ручные гранаты брошены в дом и в автомобиль Один убитый, трое раненых В Ахутсаме обстреляны две принадлежащие гражданским лицам машины Один убитый и двое раненых В Шафире ручные гранаты брошены в жилодом Еще одно здание взорвано, один раненый В Кибуце Гальон забросан ручными гранатами дом, по которому затем открыт огонь из автоматического оружия Один раненый 9 апреля, в диверсии Федеинов, в Вератаиме, подорвалась на мине командирская машина Рядом были обнаружены еще две мины С использованием ручных гранат и автоматического оружия совершено нападение на лагерь рабочих компаний, занимающихся обслуживанием системы водоснабжения в Кетсиоте Двое убитых, трое раненых Командирская машина обстреляна на подходе к Кибуцу Бейтраим Один убитый, один раненый 10 апреля, в диверсии Федеинов В Магене, напоролась на мину командирская машина Трое получили ранение А около Кусуфима подорвался на мине армейский бронетранспортер Трое раненых Террористы обстреливали машины Повреждали трубопроводы, колодцы и столбы электропередач Жизнь на юге становилась невыносимой Несмотря на огромные усилия Цагала Бандиты возвращались в газу невредимыми 11 апреля Отряд террористов Федеинов набрался до Машава Шафрир возле Рамли Проник в синагогу и открыл огонь по молящимся Большинство которых были младше 15 лет Погибли трое детей и инструктор Пятеро детей были ранены К югу от Кирим Абу Ирак Наскочила на мину командирская машина Один человек получил ранение На шоссе между Тель-Авивом и Рамли Под огонь попали автобус с гражданскими лицами И грузовик Шестеро раненых В поселении Агицер Внутрь двух домов брошены ручные гранаты Трое раненых По близости от международного аэропорта в Лоде Обстреляна машина пограничного дозора Один раненый Сахал реагировал актами возмездия против египетских позиций Но это не помогало Египтяне все меньше страшившейся военной мощи Израиля Не отказывались от террора Третьего мая Мардыхай Орен вырвался на свободу После четырех с половиной лет заключения Освобожден и чехословацкой тюрьмы Мардыхай Орен Один из лидеров МАПАМ Он был арестован 31 декабря 1951 года в Праге Куда приехал на розыске своего родственника Шимона Оренштейна Арестованного чехословацкими властями несколько лет назад Несмотря на то, что он был гостем профсоюзной организации И близким другом многих чехословацких просоветских лидеров Орена обвинили в шпионаже Его жестоко пытали Ему пришлось пройти все круги ада Коммунистической тюрьмы В конце концов у Орена вырвали признание Его якобы шпионской деятельности И приговорили к 15 годам заключения На протяжении долгих 4 лет Израильские дипломаты Прилагали все усилия для освобождения Орена Когда он вышел на свободу Ему предписали немедленно покинуть страну Орен вылетел в Швейцарию Встретился с женой в Цурихе И через два дня Оба вернулись в Израиль На пресс-конференции в аэропорту Орен заявил Я счастлив снова оказаться на свободе И что, несмотря на великую несправедливость Он остается верным сторонником Революционного социализма По возвращению Орен занял прежнее положение в МОПАМ Его признание Чехословацкие партийные лидеры Использовали в показательном процессе Против смещений правительственной верхушки 10 июня В результате слияния религиозных сионистских движений Мизрахи и Апуэль-Хамизрахи Возникла национально-религиозная партия Мавдал 22 октября Традиции ломаутцев Впервые в Израиле Женщина избрана мэром города Хана Леви Скоро возглавит муниципалитет Ришель-Лиционом 14 июня Канцлер Германии Конрад Аденауэр Сообщает в международной прессе О начале переговоров Между Западной Германией и Израилем Об установлении дипломатических отношений 19 августа Первый посол ФРГ Ральф Паулс Вручает верительные грамоты в Иерусалиме Это происходит на фоне демонстрации протеста 3 декабря Израиль и Австрия Установили дипломатические отношения 18 июня Бен-Гурьон говорит Шарет должен оставить МИД Отношения между Бен-Гурьоном И министром иностранных дел Моши Шаретом В течение года Обострились до предела Премьер-министр принял решение О смещении Шарета И передачи портфеля министра иностранных дел Другому человеку Который относился бы к нему лояльно И не являлся бы Подобно Шарету Движущей силой оппозиции Премьер-министру В правительстве и партии Бен-Гурьон предложил Шарету уволиться И занять пост Генерального секретаря Мапай Шарет должен покинуть МИД Заявил премьер-министр Но министр иностранных дел Отклонил это предложение Бен-Гурьон не отступился Угрожая уйти в отставку И тем самым свалить правительство Руководству Мапай Не желавшему такого развития событий Удалось убедить Шарета 18 июня Министр иностранных дел Подал в отставку Человек Который являлся Приверженцем Умеренной линии в правительстве Вынужден был уйти Взаимоотношения Между Шаретом и Бен-Гурьоном Испортились Из-за разных подходов К вопросам политики И безопасности страны К камням преткновения Стали также личные конфликты Шарет предпочитал более умеренный курс Которого и придерживался с тех пор Как впервые принял участие в управлении Внешней политикой еврейского Ишува После убийства Хайма Розарова В 1933 году Шарет и Бен-Гурьон Вместе руководили борьбой За национальное становление А позже и государством Израиль Их разногласия обострились После решения Бен-Гурьона Провести операцию Кенерет Против постов сирийской армии На восточном берегу озера Шарет Находившийся в это время в Соединенных Штатах Назвал эту операцию Ножом в спину министра иностранных дел Он заявил Что Бен-Гурьон Своими необдуманными действиями Мешает ему получить оружие От Вашингтона В своей речи в Кнессете Бен-Гурьон объяснил причину отставки Шарета Я пришел к выводу Что в интересах государства Сейчас необходимо полное согласие Между министерством иностранных дел И министерством обороны И что МИДу Нужно другое руководство На место Шарета Была назначена бывший министр труда Голдемейр Новым министром труда Предстояло стать Мардыхайо Намиру Уже оставившему Свой пост главы Гиста труда Чтобы уступить дорогу Пинха Сулавону Голдемейр взяла равнение На политику Бен-Гурьона Поддерживая его предложения Даже в оборонной сфере Так, спустя короткое время После вступления в должность Бен-Гурьон направил Голдемейр С Мушедаяном и Шимон Пересом Во Францию Для координации совместных действий Против Египта Заявившего о национализации Суэцкого канала Это решение изумило и возмутило Западные страны И в конечном счете Привело к войне После отставки с поста министра иностранных дел Шарет продолжал оставаться Депутатом Кнессета Вплоть до пятого созыва 15 апреля В день независимости Премьер-министр выступил По радио с суровым предупреждением Что израильскому народу Угрожает величайшее испытание Более серьезное и трудное Чем то, которое пришлось Выдержать 8 лет назад 21 сентября Навид Бен-Гурьон Отметил 70-летний Убилей В своем Тель-Авивском доме Через месяц после этого Он принял решение О начале войны с Египтом 10 октября Акция против полиции в Калькилии Одна из самых крупных акций Проведенных Цагалом После войны за независимость Была направлена Против полиции в Калькилии Находившейся тогда На территории Иордании Ею командовал Моше Дайан Непосредственно руководители Ариель Шарон и Гур И Эйтан Участвовали отряд десантников При поддержке самолетов, танков и артиллерии В тяжелом ночном бою Было много жертв с обеих сторон Около сотни иорданских легионеров погибли Десятки были ранены Потери Цагала составили 17 убитых и 60 раненых Полиция Калькилии Была полностью уничтожена Акция последовала в ответ На серию проникновений диверсантов Иорданских солдат Убивавших израильских граждан и военнослужащих Кровавые инциденты На иорданской границе продолжались В начале сентября убиты 4 человека На дороге Вейлат Выстрели раздались со стороны Иордании Десятого сентября Минометным и пулеметным огнем Были убиты 7 израильских солдат В районе Хевронского Нагорья Надругавшись над телами Также были подорваны рельсы Железнодорожного полотна Дороги Бэрше в отель Авив На следующий день Войска Цахала штурмовали Ай-Рахав Шаг в квартиру иорданских пограничных войск 12 сентября Иорданцы убили Трех русских охранников в Аравии Цахал ответил нападением На Арандальский полицейский участок в Аравии Куда привели следы убийц 23 сентября Иорданский солдат Неожиданно открыл огонь По толпе Во время съезда участников В археологической конференции Проходившей в кибуце Рамат-Рахель Возле Иерусалима Четыре человека погибли Девятнадцать были ранены Опасаясь ответного удара Члены правительства Иордании Пытались убедить израильский кабинет Что это было делом рук У душевнобольного солдата На следующий день Погибли еще двое израильтян Похищенный убит тракторист Около моста Шейха Хусейна А также молодая девушка Собиравшая инжир в полях Мушава Сахал немедленно откликнулся 25 сентября Были атакованы сторожевые посты Иорданского легиона в районе Хусан К югу западу от Иерусалима Отряд парашютистов напал на полицейский участок Хусана И взорвал здание При штурме погибло десять парашютистов Противник потерял 39 легионеров 25 сентября операция «Лулав» Имела место в деревне Хусан Неподалеку от Бетлехима Эта акция была возмездие за убийство Петерых израильтян Трех участников конференции археологов Проходившихся в кибуце Рома Трахем Жительницы Мушава Аминадав И хвудсников Маос Хаими Усчаствовали бойцы 890 батальона Бригады парашютистов Под командованием Рафаэля Итана И 88-го бехотного батальона Воздушно-десантной бригады Нахаль Под командованием Моты Гура 9 октября Теракт арабов из Иордании На территории Израиля Убитые двое рабочих апельсиновой плантации Утель Монд После этого ждать широкомасштабной акции Против полиции Калькили Оставалось недолго Командование Цахала пришло к выводу Что акции возмездия Утратили свою устрашающую силу Это была еще одна причина Для принятия решения О проведении Синайской кампании 29 октября Операция Кадеш Решение начать войну против Египта Силы Цахала начали операцию Кадеш В связи с непрекращающимися столкновениями С египтянами и еорданцами Которые позволяли диверсантам Проникаться в территории в Израиль Фидаины убивали израильтян И наносили тяжелый урон По граничным поселениям Ответные акции Цахала Не отпугивали их И не решали проблемы Начальник генерального штаба Мошедаян Пребывал проведение Широкомасштабной военной акции Однако Пример-министр Бен-Гурьон Увязывал проведение такой акции С поддержкой великих держав И поставками оружия из Франции И такая поддержка не заставила себя ждать В июле 1956 года Египет решил национализировать Суэзский канал В речи, произнесенной в Александрии Нассер подверг критике США Великобританию и Францию Отказавшихся финансировать Создание Асуанской плотины И объявил о благоде Израильского судоходства Суэцком канале Суэцкая судоходная компания Находилась под контролем Англичан и французов И располагала Концессией на использование канала Национализация канала Вызвала борю возмущения на Западе Который пытался Выработать совместный политический курс Против решения египетского президента Англия и Франция Провели мобилизацию Нескольких тысяч военнослужащих И отправили их на Ближний Восток В то же время начались переговоры О координации военных действий против Египта В Израиле Национализация канала Привела к возобновлению дискуссий О необходимости Превентивной войны против Египта Пен-Гурьон полагал Что такая война Сможет пройти в атмосфере Большей симпатии к Израилу Если ее целью будет Остранение Нассера от власти Между тем Из Франции Начали поступать партии оружия Что заставило начальника Генерального штаба Мошедаяна Удвоить давление Направленное на принятие решения о войне Франция Все больше склонялась к тому Чтобы сделать Израиль Полноправным союзником В операции по захвату Суэцкого канала 22 октября Бен-Гурьон вылетел в Париз Чтобы окончательно Скоординировать Совместную военную акцию Израиля Франции и Англии Через 6 дней Бен-Гурьон объявил на заседание правительства О решении начать операцию Кадеш Он сообщил также Что 90 тысяч военнослужащих Уже мобилизованы И готовы к боевым действиям Против египтян в Синае Вечером 29 октября Был дан приказ О вводе сил Цахала На территорию Синая Война Началась Цахал завоевывает Синай Операция Кадеш 29 октября 21.00 Пресс-атташе Армии обороны Израиля Объявил Что войска Цахала Вторглись на территорию Египта И заняли Кунтилу Расположенную В 60 километрах На северо-западе От Эйлата И раз Эль-Накеб В 10 километрах От Эйлата Подразделение Парашютистов Заняло важный перекросток У Суэцкого канала Так началась Крупнейшая Военная операция Израиля Со времен Войны за независимость Синайская кампания Продолжалась Восемь дней В течение которых Цахал Занял сектор Газы И весь Синай Установила Контроль над Тираном Откуда Египетские войска Блокировали Водный путь Кейлату И полос Сой и Газы Откуда Большинство Банфедаин Проникали В Израиль Суэцкий канал Был захвачен В совместной Операции С армиями Франции И Британии Во время Кровопаралитных Сражений Погибли 170 солдат Цахала Среди них Бригадный Генерал Осав Симхони Командующий Южным Военным Округом Египетская Армия Была разбита На голову И многие Ее военнослужащие Попали В Израильский Племя 29 октября Парашютисты В Митле В 13.30 Среди бела дня Четверо Израильских Винтовых Мустанга Пересекли Границу Египта И углубились В воздушное Пространство Над Синаем На них Были установлены Специальные Устройства Вроде Якорей Самолеты Должны были Зацепить И порвать Телефонные Провода Которыми Держалась Связь Египетской Армии Ни одно Из устройств Не сработало Летчики Посовещавшись Друг с другом По радио Решили Не возвращаться На базу А порубить Провода Пропеллерами И плоскостями Крылья Как они Умудрились Это выполнить Про высоте Провески Проводов Всего в 4 метра Сказать трудно Но дело Было Сделано Египетские Части Потеряли Всякую Телефонную Связь И с центром Своими Соседями Так Началась Операция Кадеш Синайская Компания С высадки Батальона Парашютистов Под командованием Рафаэла Итана У входа В ущелье Митла Примерно В 30 Километрах К востоку От Суэцкого Канала Парашютисты Вели Ожесточенные Бои Против Укрепившихся В этом районе Египтян Укрывавшимися В узком Горном Ущелье И к моменту Прибытия На место Пехотных Подразделений Батальона Под командованием Ариэля Шарона Сумели Занять Стратегические Важные Позиты Одновременно С этим Другие Подразделения Цахала Начали Наступление На Ун-Катэф Абу-Агилу И перекросто К Джабель-Либни Вошли В Синай Направляясь К полосе Газа И Шарм-Аль-Шейху 30 октября Англо-французский Ультиматум Англичане И французы Согласно Договоренности С Бен-Гурионом Направили Ультимативное Требование Израилю И Египту Требуя Прекратить Стрельбу Отступить На расстояние В 10 миль По обе стороны Суэцкого канала И позволить Разместить В районе Канала Англо-французский Военный Кондитент В зоне Войных действиях Израиль Как это было Запланировано Принял Ультиматум Нассер Гневно Отверг его И объявил Египте Всеобщую Мобилизацию Сахал Продолжил Наступление На полуостров Синай Франция Была готова Немедленно Начать Военные действия Против Египта Великобритания Еще Колебалась В Лондоне Возникло Беспрецедентное Бражение И Борисская Партия Пыталась Свергнуть Правительство Идена США Обвинили Израиль И обе Великие Державы В той Тайном Сковоре Великобритания И Франция Бомбят Египетские Военные Объекты С баз Расположенных На Кипре Захваченный Египетский Эсминец Его Немедленно Отбуксировали В Хайфу 31 октября В войну Вступают Израильские Военно-морские Силы Военно-морские Силы Израиля Атаковали Египетский Эсминец Ибрагим Аль-Авал Который Начал Отстреливать С моря Хайфу Эсминец Капутилировал И 250 Членов Его Команды Попали В плен Вечером Англичане И французы Начали Бомбить Египтян Особенно Интенсивные Атаки Проводились В районе Суэцкого Канала В Синяе Израильские Войска Заняли Перекресток Абу Агила И Джабель Либни Продолжалось Наступление Наум Катэх 1 ноября Ночью Попытка Штурма Ум Катэх 37-й Бронетанковой Бригады Штурм Рафаха Центральное Сражение Синянской Компании 1-я Пехотная И 27-я Бронетанковая Бригады Пошли в атаку Одновременно На трех Направлениях Им противостояли Шесть Пехотных Батальонов Один Артиллерийский Полк Одна Противотанковая Батарея Первая Бригада Взяла Аванпосты На центральном Направлении Также Первая Бригада При поддержке Роты Танков 27-й Взяла Аванпосты Охранявшись Рафахской Перекресток Открыта Дорога На Эль-Ариш Вошли На территорию Танковой Базы Бир-Рут-Салима Отправились В огонь Но наткнулись На мощный Заградительный Огонь Дуэль Продолжался Около Часа Два Танка Было Подбито Вернулась В Бир-Рут-Салим Где заправили Танки И провели Ночь В сумерках Египтяне Покинули Умк-Катэ 2-го Ноября Взятие Эль-Ариша Игазы Войска Цахала Захватили Эль-Ариш И продвинулись Вперед Оказавшись В 20-ти километрах От канала Выбили Египтян Из их Укреплений В Рафиахе И Эль-Арише Неофициальная Столица Синайского Полуострова В последующие Два дня Эль-Ариш Был завоеван А вслед за ним Пришел черед Всей полосы Газы Другие Подразделения Заняли Северный Участ Сектора Газы А позже И весь Город Ожесточенные Танковые Бои Прошли В районе Бир-Гав-Гафы К концу Четвертого Дня Войны Египетская Армия Была Близка К полному Поражению Началось Массовое Бегство Египетских Солдат Многие Попали В Израильский Плем 3 Ноября Приближаясь К Каналу Силы Цахала Продолжили Продвижение Приближившись К на расстоянии В 20 Км К Суэстскому Каналу Движение Войск Сопровождалось Паническим Бегством Египетской Армии Остав Шлявшей За собой Многочисленную Военную Технику Израильские Подразделения Заняли Хан Юнес Завершили Захват Сектора Газы И Овладели Нефтяными Месторождениями В Ат-Туре Продвигаясь К Шар-Ма-Шейху Бойцы Цахала Захватили Более 5 тысяч Военнопленных Включая Многих Старших Офицеров Египетская Армия Была На голову Разгромлена Ее Солдаты Босые И изнывающие От жажды Брели По пустыне К Суэстскому Каналу ООН Приняла Резолюции О немедленном Прекращении Огня 4 ноября Правительство Останавливает Наступление Армии Давид Бен-Гурьон Отдает Приказ Начальнику Генерального Штаба Мошедаяну Остановить Наступление Сил Цахала В 15 Километрах От Суэца Бен-Гурьон Принимает Решение Не доходить До самого Канала В южной Части Синяйского Полуострова Цахал Продолжает Продвигаться К Шарма-Шейху 5 ноября Десант Британских И французских Войск Утром Английский Десант Высадился В Порт-Саиде А французские Войска К югу От города Подразделение Цахала Завершили Захват Шарма-Шейха Израиль Заявил Что готов Выполнить Резолюцию ООН О прекращении Огня 6 ноября Итоги Синайской Компании Потери Цахала Составили 170 убитых Из сотни раненых У египтян Было Около 3000 убитых Примерно 6000 Египетских Военнослужащих Попали В плен К Израильтянам С военной Точки Зрения Операция Кадеш Была Успешной Но она Не привела К радикальному Изменению Ситуации В которой Находился Израиль На некоторое Время Правда Наступило Относительное Затишье Но Определенная Напряженность На границах Сохранялась Важнейшим Достижением Синайской Компании Было Возобновление Израильского Судоходства Через Эйладский Зарив И это Продолжалось Около 10 лет До Шестидневной Войны 7 ноября В наши Дни Повторилось Синайское Чудо В своей Речи В Кнессете Произнесенной По окончании Синайской Компании Премьер Министр Бен Гурьон Заявил Прежняя Граница С Египтом Мертва Израиль Готов Немедленно Начать С египтянами Мирные Переговоры Продолжая Своё Выступление Бен Гурьон Отозвался С паховалой Об израильской Армии Одержавшей Убедительную Победу В наши Дни Повторилось Синайское Чудо Заявил он В ходе Одной Из самых Блистательных Операций В истории Человечества Мы вернулись К месту К месту Где наш Народ Стал Избранным Народом Израиль Сохранит За собой По крайней Мере Часть Своих Территориальных Достижений До тех Пор Пока Не воцарится Мир Израиль Не согласится Чтобы Какая-либо Иностранная Армия Вступила Неудерживаемые Им В настоящее Время Территории Восьмого Ноября Сверхдержавы Оказывают Давление На Израиль Давление На Израиль Началось С послания Председателя Совета Министров СССР Николая Булганина Правительством Великобритании Франции И Израиля Он Угрожал Что Советский Союз Прибегнет К прямым Действиям В случае Если Израиль Не выведет Свои войска С Синайского Полуострова Израильское Правительство Ведет Преступную Игру С будущим Собственного Народом Говорилось В письме Советский Посол В Израиле Был отвозван В Москву Для подкрепления Угрозы Советский Союз Направил В Сирию Самолеты Советские Подводные Лодки Через Проливы Босфор И Дарданели Вошли В Средиземное Море Казалось Что Вот-вот Вспыхнет Крупномасштабная Война Не Меньшее Давление Было Оказано На Израиль Американским Президентом Дайтом Эзенхауэром Направившим Бен-Гурьоне Послание В резком Тоне Будет Весьма Огорчительно Если Действия Израиля Наносит Ущерб Сотрудничеству Между Нашими Странами 8 Ноября Премьер-министр Давид Бен-Гурьон Объявляет В передаче Коль Израэль Что Цахал Отступит Из Синая После того Как туда Пребудут Силы ООН 8 Ноября Гибель Генерала Симхони Командующий Южным Военным Округом Генерал-майор Осав Симхони Погиб Когда Самолет Пайпер В котором Он находился Пролетая Над Иорданской Границей Был Сбит Средствами Иорданской Противовоздушной Обороны За Три Дня До Катастрофы Генерал Симхони Добился Капитуляции Газы Таким Образом Завершилось Его Командование С силами Цахала Занявшими Весь Синайский Полуостров 22 Ноября Начался Вывод Войск Армии Обороны Израиля Из Синая Из сектора Газы Территории Которых Были захвачены В ходе Операции Кадеш 29 Октября Инцидент В Кфаркасаме Да Простит Нас Бог За Несколько Часов До Начала Синайской Компании Подразделение Пограничной Охраны Получило Задание Ввести Комендантский Час В деревню Кфаркасам В приказы О начале Операции Было Сказано Что Следует Стрелять По всем Нарушителям Комендантского Часа Командир Подразделения Спросил Командующего Округом Как поступать С людьми Работающими В полях И ничего Не знающих О комендантском Часе Тот Ответил По-арабски Да Простит Нас Бог Командир Понял Это Как указание Стрелять На поражение Вечером Когда Жители Деревни Возвращались С работы В полях Не зная Что для всех Арабских Деревень Северного Региона С первого Момента Синайской Компании Было Объявлено Осадное Положение Солдаты Пограничной Охраны Открыли По ним Огонь И убили 43 Человека Восемь Пограничников Включая Командира Батальона Предстали Перед судом И были Признаны Виновными В умышленном Убийстве В это время В диаспоре В Алжире 13 сентября Алжирские повстанцы Преследуют Евреев Местные торговцы Стали жертвой Повсеместного Вымогательства В Венгрии 23 октября Венгерское восстание 20 тысяч евреев Бегут Из страны В Египте Суэцкий кризис И вторая Арабо-Израильская Война Синайская Компания Депортация Тысяч Евреев Из Египта Евреи Покидают Египет 28 ноября Глава Правительства И министр Безопасности Давид Бен-Гурьон Сообщил Кнесету О преследованиях Евреев В Египте В США Конец 50-х Начало 60-х Годов Еврейское Десятилетие Или Еврейское Возрождение В Американской Литературе Также В США Всемирно Известная Актриса Красавица Мерлин Монро Прошла Ги-юр И стала Еврейкой Иудейкой По имени Ру Во Франции Олен Рене Французский Кинорежиссер Санимает Фильм О Холокосте В концлагере Освенцами Ночь И Туман В это время В соседних Странах 16 марта Землетрясение В районе Шуфа В Ливане Произошло Два землетрясения В результате Землетрясений Погибло 136 человек Было Разрушено 6 тысяч Домов И повреждено Еще Около 17 тысяч Домов 21 октября Всеобщие Выборы Прошли В Иордании Национал-социалистическая Партия Стала Крупнейшей Партия С 12 местами Выборы Считались Одними Из самых Свободных В истории Иордании И были Первыми И единственными Выборами В результате Которых Было Избрано Правительство Хизбат Ат-Тахрир Получившая Одно Место Позже Была Запречена В 1956 Году Ушли Из жизни Выдающиеся Израильтяне Такие Как Двора Барон Израильская Писательница Переводчик Редактор Первый Лауреат Премии Именно Бялика В 1934 Родилась В семье Равина Илиезера Барона Получила Традиционное Образование Затем Училась В русской Гимназии В Мариамполе Ее первые Произведения Были Напечатаны В известных Еврейских Изданиях Хамелиц Хацефира И Хазмана В 1911 Году Репатриировалась На землю Израиля Работала Литературным Редактором Газеты Афуэль Хацаир Илиезер Голд Равин Еврейский Активист Один Из подписавших Декларацию Независимости Израиля Родился В Польше В возрасте 17 лет Зеева Голд Был Посвящен В Сан Равина Спустя Год Зеев Эмигрировал В Соединенные Штаты Где работал Равином В Чикаго Голд Был Одним Из Пионеров Ортодоксального Иудаизма В США Он Основал Большую Школу Талмуд Тору Основал Больницу Байт-Моше Первую Кошерную Больницу В городе Основал Детский Дом В Бруклине И Педагогический Колледж Для Переподавателей Ивритов Сан Франциско В 1935 Году Он Эмигрировал На землю Израиля Где Стал Заведующим Кафедрой Изучения Торы И культуры В Диаспоре Во Во время Второй Мировой Войны Он Принимал Участие В спасении Европейских Евреев От Холокоста Впоследствии Он Был Членом Еврейского Агентства И Конечно Же Герои Израиля Солдаты И Гражданские Героически Погибшие При Службе В армии И В терактах 1 мая Раскрыто Два Шпионских Дела Против Государства Израиль Имена Советских Шпионов Зеев Авни И Александр Юлим Дело О смерти Пинхаса Сеголова Пинхас Сеголов Был Ультра Альтодоксальным Евреем Который Погиб Во время Субботних Протестов Против Нарушения Субботы По словам Очевидца Сеголова Ударил Милиционер И Тот Потерял Сознание С другой Стороны Полиция Заявила Что Средства Использования Полиции Для Разгона Не Противоречат Закону И Что Нет Выводов Доказывающих Что Сеголов Погиб В результате Удара Полицейского 9 Сентября Убийство В монастыре Ратисбон Произошло Когда В центре Иерусалима Был убит Охранник Монастыря После того Как он Открыл Присланный Ему Запечатанный Пакет Полиция Выяснила Что Пакет Прислала Бывшая Девушка Сына Охранника Знак Мести Зарасставания В ходе Операции Кадеш Была Открыта Армейская Турма Келле Ш 10 января Дополнительное яйцо на душу населения Ощутимое облегчение в режиме экономии Власти, ответственные за нормирование продуктов Решили увеличить норму яиц, выдаваемых гражданам Израиля Теперь Каждый Житель страны Получал ежемесячно не 9 А 10 яиц В результате Снижены цены на яйца на свободном рынке 14 марта Требование 8000 владельцев киосков Повысить цену на содовую воду И газированные напитки Осталось неуслышанным правительством Оставившим в силе решение О замораживании цен На эти продукты сроком на 3 года Стакан содовой воды стоил 20 прутут 7 апреля На фабрике в Афуле начато производство собственного сахара Пока из привозного сырья Но летом После сбора урожая сахарной свеклы Уже из своего 15 апреля Введены новые налоги и сборы Для финансирования строительства убежищ для жителей Совладение радиоприемником, телефоном, личным автомобилем Пользование электроэнергией, бытовым газом На билеты в кинотеатр 30% до 7% Измалываться из месячной зарплаты 30 апреля Норма выдачи шоколада В рамках карточной системы Увеличена с 8 до 12 плиток На ребенка в год По фиксированной цене 105 прутут Однако Одновременно повышены на 1000% Налоговые ставки Возле кофейных зерен Что привело к повышению цены шоколада на свободном рынке на 40-50% 17 июля Израиль и СССР подписывают в Москве договор о поставке нефти Во всем мире это воспринято как признание Советским Союзом статуса Израиля на Ближнем Востоке 22 августа Подведены итоги 9-дневной забастовки кооперативов Дан и Эгет Которые ратовали за увеличение цены билетов Забастовка окончилась неудачей Потому что правительство пустило по опустевшим маршрутам специально мобилизованные тендеры Крузовики И даже такси 24 августа Министерство социальной помощи Решило прекратить выплаты пособий жителям лагеря новых репатриантов Пардес-Хана Отказавшись переселиться в новое жилье 25 сентября 7 гостиниц 11 кафе Ресторана 26 продуктовых магазинов закрылись к этому времени в Иерусалиме Из-за падения доходов от туризма В первую очередь внутреннего 2 октября В Германии, в Гамбурге Сходит со стапеля самое большое пассажирское судно Израиля Теодор Эрце Падая смещением в 9000 тонн 10 ноября 2 миллиона простыней и миллион одеял попали в руки Цагала В руки Цагала в Синае попали богатые трофеи Помимо танков, артиллерийских орудий, транспортных средств и другого оружия Среди трофеев оказались 2 миллиона простыней и миллион одеял Возник вопрос Что с ними делать? 27 ноября Закон о свинине Принял Кнессет По нему большую свободу в вопросах выдачи разрешений на торговлю свининой И выращивание свиней получили муниципалитеты Сразу после вступления закона в силу Мэрия Тель-Авива запретила разведение свиней и продажу свинины в пределах города 2 декабря В связи с военными действиями правительством введен режим экономии и электроэнергии Страна разделена на 5 регионов и движение автотранспорта и такси разрешено только в пределах этих районов 21 мая Международная сельскохозяйственная выставка Всемирная выставка Проводившаяся в Бейт-Дагане Израиль В рамках проекта 4-й международный конгресс среди знаменоморских производителей цитрусов Выставка была признана бюром международных выставок 16 июня Принята декларация трех действовавших в Тель-Авиве небольших учебных заведений Института еврейских исследований Тель-Авивской высшей школы права и экономики И Института естественных наук об объединении и создании университета Одно из ключевых событий рождения Тель-Авивского университета Институт Вейцмана проводит международную научную конференцию по молекулярной химии В конференции принимают участие 120 человек Ученые из 20 стран В том числе из СССР и США И еще сотня израильских представителей 15 апреля Кнесет получает Минору Скульптурное изображение храмового семисвечника Миноры Созданное еврейским скульптором Бено Алько Передано в дар израильскому парламенту от английских евреев 6 мая Израильские марки захватывают воображение американских коллекционеров Основные причины заключаются в интересе к библейской земле А также в том, что Израиле от роду 8 лет И есть надежда составить полную коллекцию Благодаря отличным, дружественным отношениям с Францией Вошли в моду французские песни Пластинки расхватывался с колес Один за другим прилетают в Израиль знаменитые ансамбли и певцы из Парижа Французские мелодии украшают текстами на иврите Звучит французский шансон Шошана Дамари выпускают третий альбом Под названием «Анонимный класс» Кита Альмуник Азриэль Карлибах издает свою книгу «Индия. Дорожный дневник» Ходу. Юман Драхим Которая становится бедселлером Состоялся первый национальный съезд любительских театров Непрофессиональные актеры и режиссеры Представили на суд зрителей постановки пьес классиков и современников В кино смотрят фильм «Без Родины» Бен Муледед Первый израильский фильм, снятый в цвете И первый, посвященный эмиграции йеменских евреев в Израиль По этой причине, а также потому, что в нем использовался кинематографический язык под влиянием арабского кино Фильм считается подрывным инноваторским в местном кинематографе Люди продолжал жертвовать личные сбережения в фонд защита «Маген» для закупок оружия армии Жертвовали даже наручные часы и обручальные кольца Израильский карикатурист Карьель Гордош Известный под псевдонимом Дош Впервые публикует в издании «Маариф» Карикатуру с отождествляемым с ним персонажем «Срулик» Имя «Срулик» является уменьшительным от имени Израиль на идыше На радио начинается трансляция развлекательной программы «Трое в одной лодке» Шлоша Басирайхад 20 мая Египетский журналист В этом месяце провел 12 дней в поездках по Израилю с разрешения правительства Израиля и Египта Ибрагим Изаад из популярного каирского еженедельника Высказался на международной встрече журналистов в Европе о существовании в Израиле диктатуры Представители израильской прессы пригласили его приехать и посмотреть страну собственными глазами 11 июля Матч по футболу отборочного олимпийского турнира СССР-Израиль 5-0 в пользу СССР Перед игрой премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурьон Распорядился о том, чтобы все игроки сборной изменили свои имена на евритозвучащие В Москве снаружи за стадионом собрались евреи, которые приехали со всех концов страны Даже не для того, чтобы посмотреть игру, так как у них не было билетов А чтобы постоять снаружи и послушать гимн Израиля Создавалось впечатление, что на игру съехали с евреев со всего Советского Союза 31 июля Исторический гол Стельмаха Великолепно пробив головой, Нахум Стельмах забил гол в футбольном матче между Израилем и Советским Союзом Ответным матчем Игра закончилась победой советской сборной со счетом 2-1 Гол, забитый Стельмахом, стал грамматическим событием для Израиля И долго обсуждался в стране 11 января в поселении Кириатгад появились первые жители Несколько десятков семей, поселившихся в асбестовых домиках, стали первыми жителями будущего города С 1972 года Кириатгад получил статус города 28 марта открылось железнодорожное сообщение центра страны с Байершевой 5 мая Моши Шарет, министр иностранных дел, утверждает, что Израиль стремится возобновить работы по проекту использования водных ресурсов реки Иордан 18 июля начато строительство метро в Хайфе Первая линия, длиной 2 км, должна была соединить район порта и кварталы на горе Кормей Стоимость проекта 7 млн. лир 25 июля Кнесет и Израильское объединение инженеров и архитекторов объявили об открытии конкурса на планирование постоянного здания Кнесета в районе государственных учреждений в Гиват-Рам Еще до публикации результатов конкурса стало известно, что барон Джеймс Де Ротшильд завещал 6 млн. израильских лир на строительство зданий Кнесета 15 ноября основан город Аждот и его первые жители, 22 семьи репатриантов из Марокко Аждот сначала назывался Аждот-Ям 15 декабря начато строительство новой нитки нефтепровода Эйлат-Байр-Шева В 1956 году были созданы множество поселений Такие как Аждот Кириат-Гат Нативот И другие 26 репатриантов из СССР прибыли в Израиль на самолете 3 июля правительство Польши приняло решение разрешить евреям эмигрировать в Израиль Ожидается, что до конца года большую покинет 20 тысяч человек За 1956-1959 годы 70 тысяч евреев покидают Польшу Начинается исход евреев из Египта Еврейская община Египта отличалась от других общин Ближнего Востока краткостью своей истории Почти 75 тысяч евреев относили себя к категории европейцев Если не считать очень немногочисленной группы, прослеживающей свое родство с древней общиной Александрии Из столь же малочисленных групп беженцев из стран Османского Леванта То еврейская община Египта практически не существовала до конца Первой мировой войны Значительная миграционная волна евреев прибыла в страну в 20-30-х годах В основном из Турции и стран Балканского полуострова Первые признаки враждебности стали проявляться после 1945 года Когда начались выступления египетских националистов Так, после провозглашения независимости Израиля Египетские власти наложили арест на имущество целого ряда крупных еврейских фирм страны Сам процесс эмиграции сопровождался с точными взысканиями и поборами Что эмигранты несли убытки сопоставимые с теми Которые выпали на долю евреев Ирака, Сирии и других стран региона Дома и прочее недвижимое имущество Равно как и деловые предприятия Приходилось продавать по бросовым ценам А в целом ряде случаев Собственность просто подвергалась конфискации Те 20 тысяч евреев Которым удалось вырваться из страны в ноябре 1949 года Прибыли на новое место жительства практически разоренными Приблизительно 7 тысяч человек В 1950 году уехали в Израиль После поражения в войне на Синае Правительство Насера Унижено своими военными поражениями Проняло решение И целый ряд законов и постановлений Отрицательно сказавшихся на евреях 17 ноября Израиль проводит операцию Тушия Находчивость Перевозка в страну евреев Египта Испорт Саида В течение суток Вся община Города, который был оккупирован французскими войсками Была собрана в порту Где погрузилась на израильские суда Замаскированные под итальянские Будучи наиболее уязвимым национальным меньшинством Египта Евреи в количестве порядка 25 тысяч человек Выехали из страны зимой 1956-1957 года Оплатив свой ответ в Европу Самым простым образом Их вынудили оставить в стране все свое имущество Две трети этих беженцев были затем перенаправлены в Израиль Усилиями еврейского агентства За весь 1956 год В Израиль приезжало 56 тысяч 330 новых репатриантов В основном евреи из исламских стран и из Восточной Европы Добро пожаловать Ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить следующую серию Следующий 1957 год В котором вы узнаете Нападение на Кнесет Парламент Израиля За что убили доктора Кастнера Уход Израиля из Египта Обмень пленными с Египтом Об этом и о многом другом Вы узнаете в следующей серии Тайны Израиля 1957 год